Не прошло и годы с того момента, когда на Брещину обрушились сильный ветер и ливень. Как следствие, поваленные, вырванные с корнем деревья, разрушенные лесные делянки – это то, что оставил после себя ураган. И теперь там, где был лес, появилось поле, говорят лесничие, подтверждая – такой силы ураган проходит не так часто. Если сразу после него работники лесного хозяйства были заняты санитарными рубками, то сейчас пришло время для восстановления леса. Присутствуем на участке, на котором в прошлом году прошел бурелом. Участок мы этот расчистили, убрали, обработали почву. И сегодня к нам обратились волонтеры Брещины, которые выступили с предложением оказать нам безвозмездную помощь по восстановлению этих лесов от буреломов. Люди из разных уголков области создали общий чат единомышленников, где заявили желание помочь легким нашей области и стать шире и гуще. Обратились в Брестское лесничество с предложением помочь восстановить лес. Ждать ответа долго им не пришлось. Специалисты лесничества обеспечили волонтеров, которых было порядка 30 человек, всем необходимым. Саженцами, лопатами, транспорт также был организован. В группе Вайбери у нас сразу собралось за несколько дней 80, даже около сотни человек. Единственное, что не все, и даже, кстати, пока мы ехали, мне уже пишут, Ира, вы уже уехали, я бы хотела к вам присоединиться. Ну вот, увы, поздно. Но я думаю, что эта инициатива, она будет поддержана. То есть есть такие желающие. И я вам еще скажу, что, ну вот, как я себя называю, дети асфальта. То есть я выросла, родилась и выросла в этом городе, и у меня нет уже родственников, например, где-то в деревне. На дачу ездить, ну, я не сильно-то дачница. А вот возможность такая вот выйти на природу, подышать воздухом, заняться активным физическим трудом, ну, это реально полезно. Очень-очень рекомендую всем. Брестский лесхоз предоставил инструменты, материалы, а люди – желание работать и совершить благое дело. Пройдя ликбез, волонтеры самостоятельно выкапывали ямки, ставили саженцы и присыпали их землей. И так ряд за рядом. Я считаю, что вот посадка дерева – это такое вот благородное проявление заботы и любви о тех людях, ну, по сути, которых мы не знаем, потому что результатами вот нашей работы будут наслаждаться люди, которые будут жить после нас. Мы, может быть, их никогда не увидим, но вот таким образом они получат нашу заботу о себе. Ну, я считаю, что это прекрасно. Площадь участка, где волонтеры восстанавливали лес, без малого достигала двух гектаров, а количество саженцев приближалось к внушительной цифре – 9,5 тысяч. Но волонтеров это нисколько не испугало, ведь мотивировало их благородное дело. Когда мы услышали призыв поучаствовать волонтерами в этой акции, конечно, с большим удовольствием мы огромным взяли своих мужей, чтобы они тоже приобщились и помогли. И мы уже мечтаем, через сколько мы сможем сюда приехать и посмотреть, как тут будет лес. И это будет такая радость и такое счастье. Ты не одно дерево посадил, ты не там в саду у себя, а ты посадил лес для Бреста, для мира, для планеты. Дело спорилось благодаря искреннему желанию людей помочь восстановить лес и тем самым нашу экологию. Продолжение следует...